Слава Богу, братья и сестры! Слава Богу! Хочу особенно поздравить тех людей, которые сегодня поработили плоть свою и не поехали на Растанвейл и алкогично пришли в Дом Божий. Бог вас обильно благословит. Слава Богу! Давайте мы посмотрим Слово Божие, которое записано в 1 Коринфянам 9, 9 глава, 24-27. Не знаете ли, что бегущие на Ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего для получения вернца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. И разрешите, пожалуйста, прочитать это по-английски, потому что здесь немножко лучше поймут те, кто родились уже в Америке. Вы не знаете, что в рейсах все бегущие бегут, но только один получает праздник. Ребят в таком способе, чтобы получить праздник. Все, кто competет в матчах, идет в структуру. Они делают это, чтобы получить крон, который не будет продолжаться. Но мы делаем это, чтобы получить крон, который будет продолжаться forever. Поэтому я не бегу, как кто-то бегает, не бегу, не бегу, не бегу, не бегу, не бегу, не бегу в воздухе. Нет, я бегу на мой тело и сделаю его мою славу, Вначале я хотел бы посмотреть на то, что начинается 24 стих о том, что рассказывается о соревнованиях. Например, Олимпийские игры. И мы знаем, что там выигрывает только один человек, который бежит. И апостол Павел в наше внимание говорит, что нужно так бежать, как тот человек, что бежит на соревнования, чтобы выиграть приз. Но потом он говорит дальше, так бегите, чтобы получить приз. Дальше он раскрывает, что в этих соревнованиях, в христианской нашей, как бы, в нашем поприще, приз может выиграть не только тот один человек, но могут выиграть все, кто будет бежать. Я хотел бы наше внимание просто представить на то, что есть еще одни соревнования, которые называются маратон. Это марафоны такие, где много людей берут себе определенную дистанцию, и они бегут по дорожке. Конечно, классно тому, кто выиграл первый, но идея всего марафона, чтобы всем пробежать и закончить рейс. И вы знаете, последний такой трагический рейс, который был в Нью-Йорке, в Нью-Йорке, где взорвались бомбы, и много Бостон, и где много было раненых. Это что-то подобное этого марафона, что апостол Павел здесь хочет нам рассказать. Вы знаете, что люди, как до олимпийских игр, они тренируют себя, они воздерживают себя, чтобы не кушать каких-то там много сладостей, или много пищи, которая будет давать им много веса, но они просто тренируют себя каждый день, чтобы встать на ту беговую дорожку, и бежать, и выиграть рейс. Так же само и эти спортсмены, или нормальные люди, которые хотят бежать в этой дорожке, чтобы в марафоне, чтобы добежать до конца, они тренируют себя тоже. Я хотел бы заметить то, что марафон, о котором апостол Павел говорит, о той беговой дорожке, о том ресталище, это не имеет никакого значения, никакого значения с твоим или моим спасением, потому что мы никогда не заработаем спасение. Спасение нам Иисус Христос заработал на Голдовском кресте и дал нам за бесплатно даром. И мы принимаем это верою. Но хочу под андерлайн, хочу подчеркнуть то, что Павел говорит о том, что нам нужно бежать. Я хочу обратить ваше внимание на такие местописания, Матфея 25, глава 21, 22, 23, 24 стих, где говорится о том, что людям были даны определенные таланты, в английской Библии мешки золота, которые они должны в пули впустить в оборот, и потом, когда придет их тот, кто давал им получить с прибылью. И в 23 стихе, в 21 мы видим, что мастер пришел, этот человек, который был мастер, кто им дал эти деньги, и он начал спрашивать, что вы сделали с этим. И один сказал, вот ты мне дал столько, я тебе дал столько. И ответ был такой, well done, good and faithful servant. А в этом ответе, я верю в то, что Павел видит награду, что наша награда, ну как бы, друзья, хочу вам сказать, что награда, которую мы будем получать на небе, это не есть наше спасение. Наше спасение, это не награда. Награда, это то, что ты заработал. А если спасение ты получил даром, то это не есть награда. И вы знаете, что этот человек, который дал эту прибыль для своего мастера, мастер ему сказал, ты хорошо сделал, ты был верным. Второй так, и третий. И мы видим такую маленькую историю. Приходит к последнему, которому дал был один талант, один мешок золота. Он, бедолажка, вылазит оттуда и говорит, вот, мастер, тебе твои деньги назад, вот, сохранил. И тот мастер посмотрел на него и говорит, ты, лукавый, ты знал, кто я есть. И ты знал мои возможности, что я могу сделать, что я могу пойти и взять то, что я не ложил. А ты так просто, тебе нужно было, ну, хотя бы дать тем людям, которые пускают это в оборот, чтобы я пришел и получил назад и с прибылью. А за то, что ты так не сделал, он сказал для слух, чтобы взяли его и бросили его туда, где будет тьма и будет скрижание зубов. Мы, многие из верующих, понимаем, что этот человек был бросен в ад. Так, в чем здесь есть идея? Дорогие друзья, я хочу никого, как бы, здесь неправильно, чтобы меня не поняли, но поняли правильно, о чем Павел говорит в Слове Божьем. Если мы будем бежать на беговой дорожке, на этом христианском марафоне, то не только мы получаем спасение, но получаем и награду. Когда мы войдем в Царство, Иисус встретит нас, и скажет, войди в радость Господина твоего. И Он скажет, well done, хорошо сделал, ты был верный слуха. Но может быть такое время, если ты не бежишь, если ты не пользуешься тем, что дал тебе Господь, не прилагаешь никаких усилий, то когда ты будешь сидеть в собрании, слушать проповеди, будешь с радостью спасенную, но ничего не будешь делать, как-то где-нибудь, что-то произойдет в жизни твоей, где кто-то другой сможет забрать твой венец. Я не говорю, что, вы знаете, мы очень много раз себя тренируем в том, что, ой, как бы мне не согрешить в том, чтобы мне, как бы, не впасть в блуд, не роптать. Там такие четыре вещи, которые Павел говорит в 10-й главе, в 10-я глава, 1 Коринфянам, айдолатрия, это и дополага, поклонники, и морал, и блудодействие, тестинг гад, искушать Христа, крамбллинг гэнст гад, это ропот, чтобы мне этих вещей, как бы, не сделать, и все будет нормально. Но, дорогие друзья, в нашем христианской жизни грех, он не только тот грех, который является уже наружу, поймали кого-то на горячем, и уже выключили из церкви, и уже, как бы, по-нашему сказать, потерял спасение, нужно опять проходить через процесс покаяния. Но, дорогой друг, если ты не на беговой дорожке, если ты просто сидишь, если ты простой посетитель, и у тебя приходят мысли, и ты не тренируешь себя, как Павел говорит, ты не порабощаешь плоть свою, ты не заставляешь себя воевать против дьявола. Как воевать? Отгонять его из своей жизни, выгонять дьявола, чтобы он места не имел. Как Иаков говорит в 4 главе, что покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Если мы не будем покоряться Богу, если мы не будем смиряться, если мы не будем, как бы, тренироваться, перед тем, как мы даже выходим на беговую дорожку, то, дорогой друг, останешься ли ты верным слугою? Не произойдет ли с тобой то, что как произошло с тем человеком, который получил от Бога, я бы сказал, в этом как бы спасение, он его не пустил в служение, а просто закопал и сидел. И после этого всего сказал, Господин, возьмите его и бросьте туда. Где-то он потерял. А вы знаете, где он потерял? Он подумал так, Господин, я знал, что ты вот такой собираешь там, где не сеял, берешь там, где не ложил. Я знаю, что такое, и вот я боялся тебя, и вот я это спрятал, и вот тебе назад то, что ты мне дал. Я хотел бы просто заострить наше внимание сегодня на том, что Павел не говорит сегодня к нам в этих стихах, что я отпроповедовал, сяду и буду сидеть, наблюдать. Я уже свое отслужил, сяду и буду смотреть, как другие. Но он говорит, run, он говорит, беги. И не только просто беги, а все время беги так, чтобы выиграть рейс. Беги так, чтобы добежать до конца. Вы знаете, это не есть как бы какая-то suggestion. Как по-русски suggestion будет? Это не как бы предложение, вот классно было, если бы ты так делал. Но это не так. В другом, я слышу эти слова, что Павел говорит, другого выхода нет. Беги! Другого выхода нет. Говорит, а как беги? А так беги, как тот, кто соревнуется в соревнованиях. Что делает соревнования? Он наводит еще один пример, боксер. Боксер, который выходит на ринг боксировать, он много времени проводит, как говорят, shadow boxing. Он много времени проводит, он старается, он отрабатывает все свои удары, он отрабатывает все до того, что до такого изнеможения, что некоторые из них просто в тренировке падают в обморок. Обливают водой, они опять встают и бегут. И Павел в других местах говорит, вы еще не сражались? До чего? До крови! Дорогие друзья, эти слова мне напоминают, что наша это не игра, это серьезнейшая война. И Павел говорит потом в четвертой главе Тимофею, когда уже он совершил свой путь, когда он пришел уже в конце всех соревнований, английская Библия говорит, I have fought a good fight. Он говорит, я воевал хорошей войной. Вы знаете, что наша христианская жизнь, она состоит из много выборов. И кажется, я сейчас раздроматизировал такие серьезные соревнования. Давайте опустимся немножко и просто размыслим в нашей жизни, где мы встречаемся в этой войне и где эти соревнования. Эти соревнования происходят в нашем разуме, когда нам нужно встать на колени и молиться. И может уже поздно. и наша плоть говорит, что я возьму немножко полежу, а утром я как-то встану и помолюсь. Или чуть-чуть позже там ну то и другое. Но человек, который хочет выиграть приз, он наводит свой аларм-клок на 5 часов утра, на 4 часа утра. И когда только прозвонило, он весь встает и он весь в работе, он весь в поту, он весь бежит, он весь тренируется. Это говорит нам то, что Павел дальше объясняет в 26 стихе, что я I strike a blow to my body. Я порабощаю плоть свою. Я не разрешаю плоти моей сказать немножко еще чуть-чуть по спину, так трудно. Но я ее поднимаю, не плоть мною руководит, я руковожу плотью. Плоть есть мой раб. И я говорю, плоть моя, время вставать, пристать перед Господом. Сегодня классная погода. У нас таких дней не есть очень много. И плоть может сказать, пошли куда-нибудь в Starbucks, пошли куда-нибудь на Ruston Way, пошли когда-нибудь мороженое покушаем. Немного таких дней. Но я порабощаю плоть свою, я скажу, плоть, ты пойдешь сегодня в Дом Божий, ты пристанешь перед Господом, ты откроешь сердце свое перед Богом, чтобы Дух Святой пересмотрел и сказал, что нужно проверить, как нужно поставить жизнь дальше. это наши соревнования. И потом еще в нашей жизни встречаются намного такие серьезнейшие вопросы, где мы должны сделать правильный выбор. Но человек, который тренируется, когда он начинает тренироваться, он не бежит такие, знаете, самые большие марафоны. Он сначала бежит маленькие дистанции, потом больше и потом больше. И Павел предлагает нам нужно войти в эту подготовку и нужно начинать рейс. Может, ты сегодня выиграешь маленький рейс, но завтра Господь тебе даст силу через свое тренирование, через свое пребывание с Богом выиграть больше, выиграть больше, выиграть больше и дойти до конца. Я буду заканчивать эту проповедь, но хотел бы немножко рассказать одну историю, которая просто сильно упала мне на сердце. недавно прочитал одну историю, самый из одних знаменитейших марафонов, которые пробежали люди, это было 1986 год, тоже сам, там же, где была трагедия. И там начало 20 тысяч этих спортсменов, которые, ну не спортсмены, это не профессионалы, это люди, которые имеют желание бежать в этот марафон. И они вышли на беговую дорожку, 20 тысяч из них, они начали бежать. Некоторые из них пробежали там за 8 часов и были героемы. Ну все остальные пробежали до 12 часов. И кажется, уже этот марафон закончился, но один человек еще бежал. Этот человек бежал, бежал, и он добежал и пробежал эту всю дорогу. И он пробежал эту дорогу за 4 дня, 2 часа и 48 минут и 17 секунд. И говорится, какая трата. это самый знаменитый марафон в Америке. Этот человек, он пробежал тысячу, он пробежал и был, его номер был 19 413. Дорогие друзья, 20 тысяч людей. Несколько из них только начали бежать, они выбегали на эту беговую дорожку и говорит, много из них ушли из этого, потому что начало колоть в Баку немножко. И они просто решили, зачем мне этот марафон, я пойду отдыхать. Но этот один человек, он не сдался, он дошел до самого конца. И самое впечатлительное то, что этот человек, он был один из ветеранов войны в Вьетнаме, у него не было ног, у него была простая такая маленькая дождичка с маленькими колесами, и он своими кулаками отпихался от земли и бежал этот марафон. Ему было трудно, ему было очень трудно, но, дорогие друзья, он дошел до конца. Я не знаю, никто из нас таких трудностей, наверное, в жизни не переживает, я не знаю, жизнь каждого, каждого из нас Бог взял на специальном посредине нашего пути, где-то там Господь нас спас. Я не знаю, какие у тебя проблемы, но я одно знаю, что Господь поможет тебе, только стой в этом бою, только не сдавайся, только возвращайся назад, начинай тренироваться, выходи на беговую дорожку и бежи, и бежи, и бежи, и Господь поможет. Дорогие друзья, давайте мы встанем сейчас для молитвы, и мы будем молиться, чтобы Господь благословил нас, чтобы Господь дал силы нам бежать и добежать до конца. Аминь. Молимся. Господь, я благодарю тебя, Иисус, за твою великую любовь, сделать Господи свое спасение. Ни один из людей не мог, Господь. Ты сошел с неба, и ты совершил этот путь, и ты умер на Голговском кресте, ты дошел до конца, и ты приобрел нам вечное спасение. Слава тебе, Иисус.